16 сентября важный день в истории Кубани. В этом году исполнится 80 лет со дня образования Краснодарского края. В каждом уголке Кубани готовятся к этому событию, готовятся по-разному. Про многие мероприятия и события наш телеканал уже рассказал. И сегодня расскажем об еще одном. В Сочи, к празднику, решили открыть парк, посвященный 80-летию образования края. Он расположен в микрорайоне Макаренко, граничит с улицами Пластунской, Вишневой и Макаренко. Площадь парка целых 14 гектаров. Торжественная церемония открытия парка состоится уже завтра. А прямо сейчас про уникальный сквер нам расскажет инициатор его создания Андрей Платонов, помощник главы Сочи. Андрей Петрович, добрый день. Очень большой по территории парк. Расскажите про него, что в нем будет, чем он интересен. Вы правы. Действительно, инициатива принадлежала члену экологического совета Людмиле Николаевне Шестак, которая внесла предложение разбить на 14 гектаров природно-ландшафтный парк. Несмотря на то, что город сильно разрастается, это уникальная территория. На ней сохраненный, собственно, Кавказский лес. Представляете, в центре города 14 гектаров. Кавказского субтропического леса с буйной растительностью. И вот за эти полгода, когда мы создавали парк, уже благоустроено 3,5 километра Теренкуров, дорожек для отдыха пешеходного и обозрения этого парка, в котором находятся и краснокнижные растения. Оборудованы, я извиняюсь, оборудованы спортивные площадки, тренажерная площадка. Причем уникальность этой площадки, она занимает больше 500 квадратных метров. На ней расположено 25 тренажеров. Одна треть тренажеров посвящена для маломобильных наших граждан. И именно мы этой тренажерной площадкой пытаемся показать, что ничего невозможного нет. Мы можем и должны делать для наших жителей маломобильных, в том числе, доступную среду и в малодоступных местах. Вот, зоны отдыха располагаются. Ну, собственно, это уникальное место. И уже на сегодня жители этого микрорайона очень активно посещают, контролируют, смотрят, помогают обустраивать этот парк. Ну, собственно, он уже начинает жить своей собственной жизнью. Андрей Петрович, какими силами парк был построен? Вы сказали, что полгода ушло. Какими силами парк построен? Да, с 9 марта, могу точно сказать, с 9 марта парк построен силами предприятий различных форм собственности нашего города Сочи. Силами департаментов, муниципальных предприятий, общественных организаций. Вот, собственно, все наше многонациональное население города Сочи принимает и принимало участие в создании этого парка. Получается, каждая тропинка получила свое название. Так, что это за название? Да, да. Было на общем собрании, было принято решение обозвать теренкуры в честь наших муниципальных образований Краснодарского края. Понимая, что парк посвящен 80-летию образования Краснодарского края, у нас появились теренкуры. Краснодарский, Крымский, Кореновский, Абинский. Вот. И вся эта информация размещена на информационных стендах в парке. Андрей Петрович, во сколько завтра и где торжественные открытия? И все ли желающие могут прийти? Да, действительно, если позволите воспользоваться случаем, пригласить сочинцев и гостей курорта Сочи, посетить парк адрес Вишневая 7. Завтра в 10 утра официальное торжественное праздничное открытие этого парка. Все желающие могут приходить. Места хватит. Спасибо вам большое и за парк, и за информацию. Напомню про уникальный новый парк в городе-курорте, который посвятили 80-летию образования края, нам рассказал помощник главы Сочи Андрей Платонов.